Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Махти, и я приветствую всех, кто вместе с нами продолжает изучать Священное Писание. Мы с вами продолжаем изучение урока четвертого, который называется «Надежда на Воскресение в Ветхом Завете». В прошлый раз мы рассмотрели один псалом, 48-й псалом, в котором говорится о такой надежде. Сегодня мы посмотрим еще один псалом, 70-й псалом, что здесь говорится о надежде на Воскресение. «На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек», говорит псалом, певец, и он говорит, «Ибо ты, надежда моя, Господи, Боже, упование от юности моей. На тебе утверждался я от утробы, ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не перестанет». И от юности, от чрева даже матери своей, он надеется, уповает на Бога, и при этом он говорит о том, что «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать силами, не оставь меня». И так далее. И, наконец, он заявляет, «Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня». Конечно, здесь не говорится напрямую о Воскресении мертвых, но само это выражение «из бездны земли выводил», причем «бездна» — это еврейское «тахом», слово, которое употребляется в самом начале книги Библии, книги Бытия, в самой первой главе «В руах элогим мера хефет альпней тахом» и «Дух Господень, Дух Божий парил над бездной». «Тахом» — это бездна, слово «бездна», и это может означать глубочайшие места океана, моря, а также может означать и преисподнюю, или то, что называют ад, преисподняя. И здесь есть намек на то, что он говорит, что «Ты выводил меня из, условно говоря, из могилы, из состояния, когда я думал, что я уже погиб». И здесь есть не прямое указание, конечно, на Воскресение, но такой намек, что Воскресение возможно для Бога. Для Бога возможно человека вывести из бездны земли, из подземелья, из преисподней, возвести человека, оживить его. И вот этот псалом таким образом дает такую надежду, что для Бога нет ничего невозможного, что Господь способен вывести человека как из состояния эмоциональной депрессии, так и из состояния физической смерти. Следующая тема называется «Оживут мертвецы твои». И основана эта тема на тексте Исаии, 26 глава, 14-19 стихи. Давайте прочитаем их. «Мертвые не оживут, рифаимы не встанут, потому что ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них». С одной стороны, говорится о том, что нечестивые, умершие, они не встанут, то есть их гибель будет навеки, навсегда. С другой стороны, 19 стих «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, восприните и торжествуйте, поверженные в прахи, ибо роса твоя, роса растений и земля извергнет мертвецов». Здесь говорится о воскресении, воскресении праведных. То есть нечестивые не воскреснут, погибнут навеки, они не будут жить, их жизнь пресечется, а праведники, если и умрут, оживут. Вот такая мысль, такая идея в книге пророка Исаии, она здесь проходит достаточно последовательно у Исаии, и мы видим, что эта надежда, она присутствовала у пророков и во времена пророков. Вот если мы прочитаем книгу Малахии, 4 глава, 1 стих «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и пополит их грядущий день, говорит Господь совов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». То есть окончательная погибель постигнет нечестивых. Но есть одна подробность, которая возникает уже в книге пророка Даниила, и это следующий день, следующая тема «Спящие в прахе земли». И здесь приводится такой текст Даниила, 12.1, где написано «И восстанет в то время Михаил князь, великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего дня. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут, записанными в книге». И далее говорится здесь, в 12 главе, что «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». И так, все-таки будет два воскресения. Воскресения нечестивых все-таки тоже будут. Нечестивые тоже воскреснут. Иисус фактически повторяет эту мысль в Евангелии от Иоанна, в 5 главе. Он говорит о том, что будут два воскресения, и что одно будет воскресение жизни, другое воскресение осуждения. И здесь говорится, что на самом деле нечестивые не просто исчезнут с земли, они не просто будут истреблены, но они сначала воскреснут, они предстанут перед Богом, будет суд определенный, и затем они получат по заслугам. Здесь в 12 главе Даниила говорится также, одна интересная деталь приводится, что прежде чем воскреснут все мертвые, будет такое частичное воскресение, в котором будут участвовать люди, которые причинили, если говорить о нечестивых, это те люди, которые причинили особенный ущерб народу Божьему, были особенно яростными противниками Божьей истины. Те, которые пронзили Иисуса Христа, те, которые судили Иисуса Христа, которые плевали на Него, которые избивали Его, которые прибивали Его гвоздями ко Кресту. Эти люди будут воскрешены до того, как Иисус придет на землю, то есть само это пришествие Иисуса Христа они будут наблюдать собственными очами. Иисус так и сказал судившим Его, что отныне, говорю вам, вы увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках. И это говорит о том, что будет группа людей, которые воскреснут не тогда, когда Иисус вызовет всех мертвых из могил, а еще раньше, до того, как Иисус сойдет с небес, до того, как Иисус во втором пришествии явится. То есть будет группа людей, которые будут заранее воскрешены и будут наблюдать, как пришествие Иисуса приближается. Это, что касается нечестивых, что касается праведных, также будут люди, праведники, которые воскреснут для того, чтобы наблюдать второе пришествие Христа. А когда уже Христос явится, то тогда Он пробудет и всех остальных. И вот об этом частичном предварительном воскресении говорится в Великой Борьбе, 637 страница, такие слова здесь. Могилы откроются, и многие из спящих в прахе земли, обратите внимание на слово «многие», то есть не все, но многие, пробудятся, одни для жизни вечные, а другие на вечное поругание и посрамление. И все умершие в вере в весть третьего ангела выходят прославленными из могил, чтобы услышать Божий завет мира с теми, кто соблюдал его закон. Воскреснут и те, которые пронзили его. Итак, вот эти две категории людей, которые будут воскрешены в частичное предварительное воскресение. Те, кто верили в весть третьего ангела, и те, кто пронзили Христа. То есть были особо яростными противниками Христа во все времена, которые издевались и насмехались над предсмертными муками Христа, а также и самые ярые противники его истины и его народа, чтобы видеть его славу и почести, которых будут удостоены все верные и послушные. Так что нам с вами, верующим в трехангельскую весть, будет оказана такая особая честь по милости Божьей, если мы верность свою сохраним до конца, нам будет оказана честь быть воскрешенными. Опять же, если мы умрем до второго пришествия Иисуса, то мы будем воскрешены перед самым его вторым пришествием, и мы сможем наблюдать, как вдали появляется облачко, и оно приближается, и наконец заполняет все небо, и мы видим, что это сам Христос и небесные ангелы, все небесные ангелы, которые сопровождают его в его втором пришествии. И затем Иисус приблизится совершенно к земле и провозгласит воскрешение всех мертвых. Да, это будет удивительное событие, дай Бог нам всем оказаться там в числе верных, и пусть эта надежда укрепляет нас и дает нам вдохновение, силы для того, чтобы нести эту весть и другим. Помолимся. Господь наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты даруешь эту надежду. Господи, издревле Ты пророком Твоим открывал эти видения славы, славы явления Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, что так последовательно, поступательно, все глубже и все больше Ты раскрывал эту великую истину о том, что этому миру греха и зла наступит конец, и что Ты придешь со своим небесным царством и установишь здесь правду, справедливость, и это будет царство любви, доброты. Мы благодарны Тебе, что Ты нас пригласил в это царство. Мы благодарны, что Ты даешь нам вход в это царство даром, поверив в Иисуса Христа, и что сегодня мы можем иметь это упование, эту надежду, что Он есть Бог наш, что Он спас нас, и что мы принадлежим Ему. Благослови Господь эту веру, сохранить твердо до конца, благослови Господь нести эту весть также и другим, чтобы мир был приготовлен, чтобы как можно больше людей смогли бы пережить это воскрешение, смогли бы пережить эту встречу с Иисусом Христом, это преображение, и так, чтобы как можно больше людей могли в Твоем царстве принести радость сердцу Твоему, как плоды Твоих неимоверных, Твоих усилий, Господи, по спасению человечества. Слава Тебе за это, Господь наш и Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, друзья, что вы продолжаете вместе с нами изучать Священное Писание. Пусть Господь благословит ваш сегодняшний день. До новых встреч.